В Красноярске официально стартовал сезон ремонта дорог. Пока не установилось тепло, дорожное полотно ремонтируют с помощью специальной технологии инфракрасной регенерации. Она позволяет укладывать асфальт даже при температурах, близких к нулю. Однако крупномасштабным такой ремонт не назовешь. Основная масса городской техники уже готова, но приступит к работам в мае. Всего только в краевом центре отремонтируют 19 километров дорог. Это мост Черескачу на улице Вейнбаума, Ирыгинская набережная, улица Петра Подсолково и другие магистрали. Как отмечают автомобилисты, в этом году проблема дорог стала наиболее остро. Множество жалоб из различных регионов страны поступило накануне лично президенту во время прямой линии. Глава государства обещал решить проблему и, как один из механизмов, предложил возложить на дорожников обязанности не только ремонта, но и гарантийного обслуживания покрытия за свой счет в течение нескольких лет. Введу так называемые контракты полного цикла от строительства дорог до их обслуживания и ремонта, так, чтобы фирма была заинтересована в качестве работы изначально. Но вот для начала, наверное, вот такие меры нужно принять. И думаю, что в ближайшее время мы это и сделаем. В Красноярске к такой идее начали двигаться еще в 2012-м. По инициативе главы города Эдхама Акбулатова ввели контракты отложенного платежа с таким же принципом. Сначала асфальт, потом проверка временем и специальными комиссиями и только затем деньги. Практика уже зарекомендовала себя как эффективный рычаг воздействия на подрядчиков. Одним из ярких примеров такой ситуации, наверное, из крупных объектов взять, это ремонт улицы Молокова. Ремонт был проведен в 2014 году. Соответственно, в 2015 году вылезли некоторые недочеты. Там бордюрный камень, где-то зеленые насаждения, не все прижились. И в прошлом году действительно подрядная организация вышла и устранила все замечания в полном объеме. Главная цель контрактов полного цикла – избавиться от фирм-однодневок и недобросовестных подрядчиков. Чтобы разгладить все дорожные вопросы, в Красноярске пошли дальше. Сейчас администрация города заключает контракт с Сибирским федеральным университетом. Согласно документу, с помощью специальных передвижных лабораторий специалисты будут в автоматическом режиме исследовать качество дорожного полотна. Мало того, сразу вся ситуационный план, вся ситуация привязывается в географические координаты. То есть в системе GPS каждая ямка будет четко в координатах привязана к тому месту, где она находится. И после производства работ лаборатория пройдет еще раз. И будет определено фактическое выполнение, ну и, соответственно, определяться качество производства работ. То есть мы даже немножко забегая вперед, предчувствуя пожелания президента, ввели такие мероприятия сейчас. По мнению экспертов, главное в ремонте дорог устранять не только видимые недочеты, то есть ямы и кочки, но и причины их возникновения, которыми могут стать особенности почвы или неправильно уложенные нижние слои дорожного полотна. Тогда и надобность в ямочном ремонте отпадет сама собой. Александр Ловицкий, Алексей Гусев. Новости.